Звукорежиссёр Любите, нет? Молчат. Хорошо. Друзья, я сегодня хочу поговорить с вами на очень важную тему. Это тема духовное сражение. Духовное сражение. И, насколько я знаю, мы будем выводить снимки на экран, правильно? Да? О! О! Я открываю файл. Вот у меня прямо написано проповедь для церкви Агапы. Вы же Агапы? На самом деле я очень себя комфортно почувствовал, когда ваш пастор во время молитвы сказал, Господь, дай нам настоящую метаною. И я подумал, о! Я в церкви, в которой обращаюсь к греческому языку. Потому что, как вы знаете, Рик Реннер, помощником которого я являюсь, он очень хорошо знает греческий язык. И он много лет назад пригласил из Америки одного преподавателя греческого языка. Который один из лучших преподавателей в Америке. Этот преподаватель приехал сюда, жил у нас здесь. И нас, англоговорящих, он обучал библейскому греческому языку. И я так увлекся. И потом пастырик стал меня привлекать к работе над своими книгами, словарями. То есть я погружен в греческий язык. Вообще, почему так получилось, что Новый Завет написан на греческом языке? Ну, наверное, кто-то не знает. Как вы помните, был такой Александр Македонский. И в IV веке до н.э. ему пришла в голову идея завоевать весь мир, известный ему. И он взял свою армию и пошел завоевывать, и завоевывал, и завоевывал. И он завоевал огромные территории. И он завоевал так много земли, что греческий язык стал самым распространенным. Потому что везде, куда приходила армия Александра Македонского, они образовывали греческие полисы, города. И везде насаждали греческую культуру. Поэтому греческий язык стал самым распространенным. И когда Христос пришел на землю, он учил, проповедовал. И потом, когда ученикам надо было решить, на каком языке писать Новый Завет, они выбрали греческий. Знаете, что мне в этом нравится? Ученики подошли к вопросу очень практично. Казалось бы, да, был иврит, священный язык Ветхого Завета. Они подумали, взять иврит, который священный, но который никто не знает, или использовать то, что поможет добиться большего результата. Они решили взять то, что позволит добиться большего результата. Греческий язык знали все. Бог-прагматик. Бог-прагматик. Прагматик, знаете такое слово? А вы знаете, что оно греческое? Там есть первое слово «прагма». Прагма, знаете, что такое в греческом? Прагма – это дело. Дело. Дело – это прагма. То есть прагматика – это человек, дело которого интересует результат. И сегодня в пробоведе будет очень много греческого языка. Вообще от изучения греческого языка есть большая польза. Я вам приведу несколько примеров. Например, есть замечательный стих 1 Петра 3.9. Помните, что там написано? «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство». Вы вообще со мной? Вам говорить можно в церкви? Да? Аминь, как-то отвечаете, ладно? Итак, не воздавайте злом и ругательством за ругательство. Открываем Новый Завет на греческом языке. В греческом языке есть замечательное слово «какос». Я повторю, «какос». Это правда? О, это… Спасибо. Это не ругательство. В греческом языке честно есть слово «какос». «какос». И слово «какос» означает что-то отвратительное, мерзкое, противное. И когда ты открываешь Новый Завет на греческом языке, и ты читаешь этот стих «не отвечайте злом на зло», там написано «не отвечайте какосом на какос». И сразу как-то становится, Божье слово, родным, понятным. Ты сразу понимаешь, о чем. То есть, если какой-то «какос» сделал тебе какой-нибудь «какос», ты, пожалуйста, не отвечай «какосом» на «какос». «какосом» на «какос» отвечать? Это, думаете, я ругаюсь? Проверьте меня. Найдите Новый Завет на греческом, и вы разберете греческие буквы, похожие на наши, вернее, наши на их. Вы прямо увидите, там будет слово «какос». Не отвечай «какосом» на «какос». Если ты сразу понимаешь, о, я не хочу быть «какосом», я не буду отвечать «какосом» на «какос». Аминь? Еще замечательный стих. Филиппийцам 4 глава 13. Я зачем это говорю? Это не проповедь. Я хочу до вас донести, насколько важно изучать греческий язык. Филиппийцам 4.13. «Я все могу в укрепляющем меня...» Ну, громче, можете сказать? «Я все могу». Вы точно все можете говорить, вы громко что-то пока не можете. Давайте вместе. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все знают этот стих наизусть? Но в греческом оригинале нет слов «Иисус Христос». В греческом оригинале, вы можете меня проверить, открываешь Новый Завет на греческом языке, и там нет слов «Иисус Христос». Испугались? Аминь. Но там все гораздо лучше. Я вам объясню, что там. Там стоит очень важное слово в греческом языке, определенный артикль. В греческом языке оно имеет силу подлежащего, если кто понимает, о чем я говорю. Там стоит определенный артикль «Ха», который означает «тот самый, которого ты знаешь». То есть в греческом оригинале написано «Я все могу в том самом, которого я знаю». «Я все могу в том самом, которого я знаю». Когда я увидел, что это переводчики зачем-то добавили «Иисус Христос», да лучше бы они перевели. «Я все могу в том самом, которого я знаю». Потому что сюда может входить и Бог Отец, и Бог Сын, и Дух Святой. «Я все могу в Боге Отце», в Боге Сыне, и в Иисусе Христе. Там гораздо круче, чем просто Иисус Христос. Иисус Христос – это уже круто. Но если еще Бог Отец и Сын, понимаешь, там написано «Я все могу в том самом». Я вам вот ручаюсь, что там так и написано. Можете взять Новый Завет на греческом и посмотреть. «Я все могу». И знаете, когда я это понял, я думаю, как здорово, ведь это правда. Я очень часто чувствую, что меня укрепляет Дух Святой. «Я все могу в Духе Святом, который укрепляет меня». Иногда я ощущаю любовь Отца. Я все могу в Его любви. Иногда сам Иисус. «Я все могу в том самом, которого я знаю». Ты все можешь в том самом, которого ты знаешь. Аминь? Аллилуйя! Аллилуйя! Однажды я общался с Кеннетом Копланом. Кто-нибудь знает Кеннета Копланда? Кеннет Копланда? Такой проповедник есть в Америке. Я его переводил несколько дней, и мы с ним общались в машине. Я, когда ему это рассказал, говорю, брат Кеннет, там, оказывается, нет слов Иисуса Христоса. Там тот самый, кого мы знаем. Он говорит, я так и знал. Я так и знал. Я так и знал. Окей. Хорошо. Мы сегодня обращаемся с вами к теме духовного сражения, духовной брани. И мы будем говорить о дьяволе. Но прежде чем мы будем разбирать его имя, потому что суть моей проповеди в том, что мы разберем имя дьявола, что оно означает. Это поможет нам лучше знать, какие гадости он готовит. Аминь? Противника надо знать в лицо. Предупрежден, значит... Вы начали со мной общаться. Спасибо. Предупрежден, значит... Вооружен. Мы с вами должны быть предупреждены. Но прежде чем говорить о дьяволе, я хочу вам показать, насколько он слаб. Хорошо? Я прочитаю сейчас. Будьте готовы вывести, пожалуйста, пока не выводите. Луки 4 глава. Приготовьтесь. Это стих, по-моему, да? Я давал. Если он есть. Если нет, я прочитаю. Луки 4 глава с 1 стиха. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел. По прошествии взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, вели камню, сделался хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек. Но всяким словом Божиим. И возведя его, Иисуса, на высокую гору. Вы можете вывести, Луки, если у вас есть 4-5? Класс. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной в мгновение времени. И когда читаешь этот стих, надо же! Дьявол взял и показал Иисусу все царства Вселенной в мгновение времени. Мне кажется, что дьявол такой сильный. На самом деле в этом стихе говорится о том, какой он слабак. Во-первых, Вселенная. Что такое Вселенная? Вселенная это пространство, которое включает в себя все. Дьявол не может руководить всем. Он вообще всем не руководит. Это между нами. Аминь. Он всем не руководит. Здесь стоит греческое слово ойкумена. Может быть, кто-то слышал, кто занимается богословием. Ойкумена. Ойкумена означает населенная земля. Цивилизованный мир. Ойкумена. То есть слово Вселенная, это неправильный перевод. Он показал ему все царства ойкумены. То есть показал все территории, заселенные людьми. И дьявол предлагает Иисусу, что дьявол передаст Иисусу то, что и так уже, в принципе, принадлежит Иисусу. Да? Ну, потому что он лжается, отец всякой лжи. Это уже и так Иисуса. И вот смотрите, что здесь самое главное. Дьявол показал ему все свои царства. И сколько у него ушло на это времени. Смотрим. Во мгновение времени. Ха-ха. Ему вообще не потребовалось времени, чтобы показать, чем он там управляет. Понимаешь? Какое у него влияние? У него вообще не ушло никакого времени, чтобы показать ему, где он имеет какое-то влияние. А теперь представь. Если бы Бог захотел показать тебе свои царства. У Бога бы ушло на это мгновение времени. Бог безграничен в пространстве. Бог безграничен в пространстве. Нет никакого пространства, которое могло бы вместить Бога. Если бы Бог решил тебе показать свои владения, у тебя на это ушла бы вся вечность. Она у тебя и уйдет на это. Когда мы попадем к Нему, мы на протяжении всей вечности будем постоянно видеть что-то новое. Потому что Бог безграничен. Он безграничен в пространстве. Он безграничен в своем знании. Бог безграничен в своем знании. Ты когда-нибудь думал о том, что Бог не может узнать ничего нового? Бог вообще не может узнать ничего нового. Я вам дам богословское обоснование. Написано, что Бог не изменен. Аминь. Бог не изменен. А я меняюсь. Вот я сейчас посмотрел, например, на пастора Николая. Какой приятный пастор. Вот я его сейчас рассмотрел получше. И у меня в голове появилась новая информация. Значит, что произошло с моей головой? Произошли изменения. Я изменился, разглядев пастора Николая получше. А написано, что Бог не меняется. Значит, Он не может узнать ничего нового. Течение времени ничего не прибавляет к Божьим знаниям. Он знает сразу все, одномоментно. Он великий. Он безграничен в пространстве, в знании, в совершенстве. Он безграничен в своем совершенстве. Он безграничен в своем могуществе. Он безграничен в своей любви. А дьявол за долю секунды показал, над чем он там пытается что-то делать. Понимаешь, да, разницу? Я не знаю, ты когда-нибудь замечал это в этом стихе? В мгновение времени он показал все, над чем у него власть. Слабак, аминь, но хитрый. Но хитрый. И сейчас мы разберем его хитрость. Готовы? В древности было так, в древности было так, что... Сейчас, секунду, я открою слайд. Мне надо открыть слайды, секунду, вы пока... Молитесь на языках, готовьте. Сейчас узнаете что-то суперкрутое. Готовы? Готовы? А я в айпеде открою, сейчас, секунду. Так будет проще. Простите меня за задержку, сейчас. Итак, в древности, в древности всегда имя личности сообщало что-то об этой личности. Аминь. Имя личности сообщало что-то об этой личности. И мы сегодня говорим о личности дьявола. Имя дьявола в греческом языке это Ди-а-бо-лос. Можно вас попросить сказать? Ди-а-бо-лос. Я уверен, что вы умные люди, поэтому мы сегодня будем говорить о умных вещах. Готовы? Ди-а-бо-лос. Смотрите, что я сделал. Я поставил между Диа и Болос черточку. Почему я это сделал? Потому что в греческом языке это составное слово или сложное слово. Помните, мы изучали русский язык в школе и нам говорили, что есть составные и сложные слова. Что это за слова? Это слова, в которых два корня. Во-первых, ну какие примеры у нас есть? Пара, воз, пара, ход. Давайте вместе. Какие еще слова? Сама, лед. Ну скажите какое-нибудь слово для примера. Вездеход, самовар. Молодцы. Так вот, имя дьявола в греческом языке, оно составное, оно сложное. То есть в его имени есть два слова. Первая часть это Диа, и вторая часть Болос. Болос. И нам, чтобы понять, какую хитрую тактику использует дьявол против нас, он не всемогущий, но он хитрый. И мы должны знать о его уловках. Библия говорит. Библия об этом говорит. Когда две армии готовятся к сражению, они знают свое оружие, но они также изучают оружие противника. Когда ты знаешь, какое оружие у противника, тебе с ним легче разбираться. И вот имя дьявола, оно содержит информацию о том, какое оружие он использует. Итак, первая часть Диа. Что такое Диа? Готовы узнать? Мы с вами постоянно используем это слово. Постоянно. Просто мы об этом не знаем. Я вам сейчас расскажу, что это означает. Можно следующий слайд вывести нам, пожалуйста? Что здесь написано? Я вам прочитаю. Написано Диа Гносис. Диа Гносис. Диа Гносис. Там есть слово Диа и есть слово Гносис. Слово Диа означает через что-то используя что-то. Через что-то используя что-то. Гносис, кто-то может быть услышал, означает знание. Мы говорим есть гностики и есть а гностики, да? Те, которые из-за знания, есть те, которые агностики. Но мы не будем сейчас в дебрить уходить философские. Итак, слово Диагносис. Это наше слово диагноз. Слово диагноз греческое. Диа означает через что-то используя что-то, а гносис знание. Диагносис, диагноз. То есть диагноз это то, к чему ты приходишь используя знание. Это очень полезно знать. Нельзя поставить диагноз, если у тебя нет знания. Диагносис, диагноз через знание. Становится понятно, да, что означает слово диа. Да? Становится понятно. Можно следующий слайд? Итак, диа через что-то используя что-то посредством чего-то. Понятно, да? Диаболос. Там есть диа и болос. Можно следующий слайд? Диаболос. Итак, мы уже понимаем, что первая часть слова диаболос диа означает, что есть что-то, что он использует. А что он использует? Сейчас подойдем к этому. Следующий слайд. Кто это? Кто сказал дискобол? Пятерка. Дискобол. Слышали же все? Дискобол. Греческое слово. Диск у него есть диск и есть в греческом языке слово болос. Бросок от глагола балло. Бросать. Балло. Бросать. Он дискоболос. Он что делает? Он берет диск, он его болос. Чувствуете, мы подходим? То есть вторая часть имени дьявола связана с тем, что он что-то бросает. Диаболос. Следующий слайд. И вот главное. Вот главное, что я вам хочу показать. Давайте прочитаем. Болос. Я хочу, чтобы вы понимали, что я вам показываю. Можно пока выключить? Я должен об этом рассказать, это очень важно. На секунду выключите. Спасибо. Самое главное при изучении любого языка это научные словари. Если вы изучали другие языки, то вы знаете, о чем я говорю. Самое главное, чтобы у тебя был хороший научный словарь. Статья словарная из словаря, она является определяющей при изучении любого языка. И это просто крайне изумительно, что в нашей стране, еще при Советском Союзе, хотя был атеизм, хотя был атеизм, но на науку денег тратили много. И в нашей стране в 60-е годы ученые, Академия наук, они разработали словарь древнегреческого языка просто для высших учебных заведений. Они не думали о церквях, они не думали о Новом Завете, просто ученые исследовали греческий язык. И когда я показал этот словарь пастору Рику Реннеру, он сказал, что это лучшее, что он видел в жизни. Этот словарь, я его не привез с собой, иногда я его привожу вот такой толщины, два тома на русском языке. Это, наверное, лучший в мире, но может быть, один из лучших словарей древнегреческого языка. Ученые из Академии наук сделали этот словарь, и он есть на русском языке. И вот эта словарная статья, понимаете, можно приехать и сказать, я вот вам говорю, что в греческом так. Вы бы мне и так поверили, правда? Но совсем другое дело, когда я сканирую изображение, да, и показываю вам отсканированное изображение. Это уже научный подход. То есть это уже не Максим придумал, а это уже научная статья из словаря. Аминь. Итак, смотрим. Значение слова болос. Я хочу вас спросить, вы помните, что такое диа? Используя что-то через что-то, да? Я вам забыл еще классное слово привести в пример. Диаграмма. Все же знают, да? Диафрагма, тоже греческое слово. Диаграмма. Что такое диаграмма? Диа, используя что-то, а грамма, грамма, грамматика оттуда происходит. Грамма в греческом это какая-то черточка, какая-то закорючечка, грамма. То есть диаграмма через черточки, видели диаграмму, кто рисовал диаграммы? Диаграмма, через черточки ты сообщаешь какую-то информацию. Рисуешь, рисуешь, черточки, черточки, диаграмма. Так вот, диа через что-то, а теперь словарная статья, пожалуйста. Что мы с вами читаем? Смотрите, написано, это из словаря, болос означает закидывание не вода, а не вот это большая сеть. Давайте дальше почитаем. Ловля, улов, не вот сеть попасться внизу в сеть. Видите? Это из научного словаря, который составляли еще в атеистическом Советском Союзе. Просто ученые исследовали греческие слова. Это, кстати, чаще всего гораздо ценнее, когда не мы подгоняем какие-то слова, используя христианские источники, а мы берем мирской источник, где просто ученые объективно изучают смысл слов. Так вот, болос это закидывать сеть. То есть, диаболос в оригинале, а имя личности говорит о том, как он поступает. Диаболос это тот, который пытается поймать нас с вами в свои сети. Где у меня помощник с сетью? Дай мне сеть мою зеленую. Диаболос тот, который ловит нас в свои сети. Не зря говорят попасться в сети дьявола. Давайте поговорим немножко о характеристиках сетей. Нет, мне нужна сеть только зеленая пока. Только зеленая, вот маленькая, да, это все, что мне нужно. У меня наглядные пособия, реквизит, все с собой. Я в Америку с этим летал. Я вам правду говорю, вот эта сеть была со мной в Америке. Вот этот преподаватель греческого языка, древнегреческого, который меня начинал учить, потом я уже сам включился, начал сам уже набираться знаний. Он пастор церкви в Америке, где это, в Индианаполисе, по-моему, по-моему, на севере, да, в Индианаполисе. Он, когда он узнал, что я так увлекся греческим, он говорит, я тебя прошу, прилетай ко мне, а у него Американская церковь, русских вообще нет. Только американцы. Он говорит, прилетай, будешь у меня проповедовать, я хочу проверить, как ты там. Я полетел, и я там говорил вот эту проповедь. То есть, эта проповедь моя была экзаменационной перед моим преподавателем по-греческому. Он поставил зачет, ему понравилось. Мне было, конечно, волнительно, я английский знаю, но проповедовать в американской церкви это был первый раз на американском, но все прошло хорошо. Итак, что у меня в руках? Сеть. А почему? Почему стали использовать это слово диаболос? Тот, кто забрасывает сеть. самой распространенной сетью в те времена была так называемая кастинговая или закидная сеть. Вот именно такая. Это сеть, по краям которой грузила, да, свинцовые. Ты сеть бросаешь, ой, уже кого-то поймали. Ты сеть бросаешь, и она быстро опускается, и рыба, которая плавает, она в эту сеть попадает. Понимаете, почему диаболос, да, бросок совершался, и вот дьявол пытается нас с вами постоянно поймать. Все эти порнографии, порнография это сеть, курение, курение это сеть, алкоголь, я сейчас кому-то на больную мозоль наступлю, просмотр сериалов, бесконечный, по телевизору, когда ты время все свое тратишь, на, кто-то глазки отводит, на просмотр сериалов. Сетей очень много, вот вы сейчас можете, слушая меня, уже сами начать думать, какие сети дьявол забрасывает в вашу жизнь. Соцсети? Молодец. Совершай покаяние, метаною. Сетей много, но главное понимать, какое оружие дьявол использует. диаболос, кидающий свои сети. А какая характеристика сетей? Она сразу не видна. Почему рыба попадается в сеть? Она ее не видит, а понимает, что запуталась, только когда уже поздно пить боржоми, как говорят, да? Уже поздно, и ты уже запутался. Вот ты начал там в соцсети входить по чуть-чуть, еще по чуть-чуть, а потом уже каждые 20 секунд смотришь в телефон. Сеть? Сеть? Неправильное питание? Господи, прости меня. Какие еще? Ну, помогите мне. Я вас не прошу исповедоваться, но помогите. Давайте практически обсудим. Вот какие сети вот вы знаете, ваши знакомые попадаются? Шопинг! Да, кредитные карты. Безусловно, сеть, когда ты тратишь больше, чем есть. Безусловно, сеть. Сплетни. Непрощение. Непрощение. В Библии есть такой стих. Прощайте друг друга, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Молодцы, я вижу, что знаете Писание. Потому что сатана сделает ущерб через непрощение. Вы понимаете, какую тактику использует дьявол? Он диаболус, он тот, кто забрасывает сети. Непрощение, порнографии, соцсети, переедание, курение, алкоголь, наркотики. Лесть? Месть. Наркотики ужасная сеть. Осуждение. Он диаболус. Он тот, кто... Давайте, выходите, братья, запутывать будем, показывать, что с верующими происходит. Давайте. Прямо выходите смело, заматывайте его. мы сейчас с вами увидим наглядно, что происходит с умами верующих людей. Потому что... Голову ему замотайте обязательно. Прям хорошенько. Можно кого-то... А я сам поставлю. Вам интересно? Мы для тебя приготовили место для замотанного. Голову еще раз оберни. Иди сюда. А что ты улыбаешься? Ты в сетях дьявола. Иди сюда. Садись. Вот вид, в котором, к сожалению, очень часто бывают христиане. Они спасены. И они не потеряли спасение. Они веруют во Христа. В них живет Дух Святой. Но они попали в сети дьявола. Сеть непрощения, обиды, сплетен, соцсети. Вы можете этот список продолжить сами. У каждого список сетей свой. Моис грустный сидит. Когда христианин в сетях дьявол, он грустный. Не улыбайся. Ты, конечно, красиво улыбаешься. Давайте с вами сейчас поговорим о том, как конкретно происходит запутывание в сетях. Можно нам вывести следующий стих? Это мы пропустим. Это мы пропускаем. Мы пропускаем. пропускаем. Вот. Второй коринфянам, 10, 3, 4 стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение чего? Твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Здесь описывается суть духовного сражения. В этом стихе апостол Павел дает описание сути того, где происходит духовное сражение. Духовное сражение происходит в умах, в головах. Потому что написано, мы воинствуем, мы не спровергаем что? Замыслы. А замыслы где? В голове. А чтобы не спровергать замыслы, мы что используем? Мы используем оружие сильное Богом. То есть Писание говорит, что Бог дал нам определенное оружие. Оружие. Сильное Богом. В греческом эта фраза звучит так дунато то тео. Дунато то тео. Тео, кто-нибудь может быть услышал? Теос, Бог, да? Сильное Богом. Дунато это одна из форм слова дунамис. Слышали ли слово дунамис? Дунамис. Греческое слово дунамис. Это слово в то время использовалось для описания силы целой армии. В то время греко-говорящие люди, когда они говорили идет армия, они говорили идет дунамис. Дунамис. Очень важное греческое слово дунамис. Сила целой армии. Когда шла армия, ее называли словом дунамис. И вот Иисус в первой главе Деяния, когда он прощается с апостолами, он говорит примите силу быть мне свидетелями. Сила то же самое греческое слово дунамис. А дунамис это сила целой армии в греческом. Иисус сказал, что мы примем, когда сойдет на нас Дух Святой. Он поселился в нас. То есть внутри нас сила дунамис. А дунамис в греческом это сила целой армии. Вот этот брат сидит здесь просто как нельзя. Кстати, внутри него Дух Святой. Внутри него сила Духа Святого. Не против я в качестве примера использую? В нем сила дунамис по Писанию. А дунамис это сила целой армии. То есть внутри тебя сила целой армии. Внутри меня сила целой армии. дунамис одно из значений это сила целой армии. наше оружие сильный Богом. Бог дал нам духовное оружие у которых сила целой армии. А для чего их используют? Сейчас будет очень интересно. Смотрите, на разрушение чего? Твердынь. Ими неспровергаем замыслы. То есть эти оружия духовные даны нам чтобы чтобы разрушать то, что в голове. Что происходит? Когда мы запутываемся в сетях дьявола в каких-то грехах, в каких-то неправильных вещах, он начинает в нашей голове строить что там написано? Твердыни. Появляются в голове твердыни. Ты пристрастился. У тебя появляется неправильное мышление, неправильное отношение. неправильные привычки. Все это твердыни. Я вам хочу рассказать о греческом слове, которое переведено как твердыня. Я забыл важную вещь сказать вам. И это важно. Я вижу многие из вас снимают, кто-то пытается записывать. Я хочу вас успокоить. Я это делаю всегда, когда я проповедую. Как правило, вся моя проповедь привезена в напечатанном виде 75 экземпляров. То есть вам, если что-то вам понравилось, Господь вам что-то показал важное, вот лежит, смотрите, пачка какая толстая, вы можете просто взять домой, и вся моя проповедь здесь написана. Хорошо? Поэтому, если вы не записываете, если вы конспектируете, конечно, конспектируете, но вы можете домой взять все в напечатанном виде, потому что материал серьезный, я понимаю, что все сразу не схватишь. Там все эти словарные статьи, там гораздо больше. Я вас призываю, прочитайте. Так вот, сильные Богом на разрушение твердынь. То есть у нас в голове есть твердыня. А вы знаете, как появилось слово твердыня? Это перевод греческого слова охурома. Скажите, охурома. Охурома, греческое слово, которое переведено словом твердыня, охурома. И знаете, что означало слово охурома в греческом? Что-то очень качественно построенное, что-то классно построенное. Когда греки что-то строили, они говорили охурома. Откуда появилось русское слово хоромы? А, в Греции все есть. Охурома. Здесь, в греческом оригинале стоит слово охурома, от которого, конечно, появилось русское слово хоромы. Хоромы, что-то классно построенное, охурома, что-то качественное построенное. Так вот, позвольте вам сказать, что в умах многих христиан дьявол воздвиг целые хоромы. Целые хоромы, твердыни, потому что попались в сети неправильного мышления. Ты попался в сети, ты сидишь, продолжаешь делать неправильные вещи, порнография или это, сплетни или непрощение, курение, наркотики, алкоголь, неумеренный просмотр телевизора. Я не против телевизора, нет. Но телевизор не должен быть главным, что ты делаешь в свободное время. Главным должно быть, что молитва и чтение Божьего Слова. Аминь. Понимаете, да, он диаболос, он бросает сети, какие-то невидимые вещи, мы в них запутываемся, мы понимаем, что запутались, только когда уже запутались. Но вот представьте, чем проще всего вот ему будет освободиться сейчас. Представьте, если бы у него было что-то острое, нож, а лучше всего меч внутри. Он бы сделал легкое движение, он бы эти сети разрезал. Я просто не вожу с собой нож, потому что не хочу сети покупать для каждой проповеди. Но представьте, если бы у него был меч. У нас с вами есть меч Божьего. Слово, и написано, что он обоюдо острый. То есть, в какие сети ты бы не попался? Прибегнув к помощи Божьего Слова, ты с легкостью разрежешь любые сети, в которые ты попал. Возможно, он нужна помощь. Вот ему может быть тяжело, там руки скованы, но ведь может подойти кто-то с мечом Божьего Слова и разрезать. Может быть, ты сам не справишься со своими сетями. Обратись к кому-то за помощью, к пастору, лидеру домашней группы. Но нужно, чтобы кто-то пришел в твою жизнь. Ты можешь это сделать сам. Дай Бог, чтобы сам. Не можешь сам обратись к кому-то. Любые сети, в которые ты попался, можно разрезать мечом Божьего Слова. Аминь. Я вам хочу напоследок еще классный пример привести. Аминь. Брат, не грусти, скоро отпустим. Главное, чтобы никакие хоромы у тебя там в голове не образовались. Аминь. Вы получаете что-то от того, что я говорю? Да? И обязательно возьмите распечатку, там гораздо больше. Смотрите, очень важно, почему диаболус сети забрасывали. Именно такие, она называется кастинговая или закидная. Кто-нибудь рыбалкой занимался, знает о чем я говорю? Кидаешь сеть, она полукруглая или круглая, по краям вот здесь кусочки свинца по всему периметру, и сеть быстро опускается. И рыба, которая на поверхности, она сразу попадает в сети. То есть, какая рыба на поверхности? Рыба, которая в глубине сеть туда, пока дойдет, рыба уплывет. А вот та, которая на поверхности плавает, мелководная, она сразу попадается в сети. Не будь мелководной рыбой. Уходи на глубину в Боге. Не плавай у поверхности, не будь поверхностным. Молись как можно больше. Молись как можно больше, пребывай в Божьем Слове. Ходи на домашние группы. Делай все от тебя зависящее, чтобы не быть мелководной рыбой. Уходи на глубину. Аминь. Потому что сеть только она упала, те, кто мелководные, они сразу раз она их, и сеть вытягивают. Ей даже не дают до дна дойти, если вы увидели, как эту сеть уловят. Диаболос тот, кто забрасывает свои сети. Поэтому изо всех сил будь на всех молитвенных. Тем более у вас такой пастор, я в него уже влюбился. Я надеюсь, Бог даст нам дружбу с ним. Надеюсь, Бог даст дружбу с теми, вот там наверху, они немножко обижены, наверное, за критику. Но вы меня должны любить. Может быть, я вам не нравлюсь, но любить вы меня должны. Аминь. Я вообще надеюсь, Бог нам даст дружбу с вашей церковью. Сохраняйте верность своей церкви. Ваш пастор меня изумил, он изумительный. Никуда отсюда, никуда не уходите. Такой любви вы вряд ли где найдете. И не будьте мелководной рыбой. Аминь. Уходите на глубину в Боге. Тогда в сети не попадетесь. Если вы будете пребывать в Боге, в чтении слова, в молитве, никакие сети вам будут не страшны. И если уже запутались, вы путываетесь. Позвольте помолиться. Отец, спасибо тебе за истину. Мы познаем истину, и как ты сказал, она делает нас свободными. Я молюсь за тех, кто в сетях. Помоги им выбраться. Дай нам благодать и выбраться из сетей. И благослови нас сегодня, и благослови наш день. Давайте еще будем поклоняться Господу. У вас классное прославление, кстати. Распутайте брата, вы уже жалко. Спасибо вам, что вы слушали. Пусть Бог благословит. Давайте мы сейчас вместе прославим нашего Господа и возьмем такое драгоценное время, время, когда мы принесем приношение в Доме Божьем. Давайте будем славить Его и приготовим наши сердца к приношению. Наш Бог так велик, Пусть со мной наш Бог так велик, Пусть видят все наш Бог так велик, Пусть видят все наш Бог так велик, Пусть видят все наш Бог так велик, В сиянии царя, В сияние царя, Блеск величия, Пусть вся земля поет, в радости поет Воздешен на престол Он светом облечет Царствует вовек Царствует вовек Наш Бог так велик Пой со мной Наш Бог так велик Пусть видят все Наш Бог Наш Бог так велик Наш Бог так велик Наш Бог так велик Пой со мной Наш Бог так велик Пусть видят все Наш Бог Наш Бог так велик Его имя выше всех Его имя выше всех Он достоин славы всех Он достоин славы всех Он достоин славы всех Наш Бог так велик Он достоин славы всех Господь Ты знаешь сердца каждого Кто пришел на это место сегодня И мы Так благодарны Я благодарю тебе за это здание Которое ты назвал церковью За то что ты Даешь нам возможность Собираться здесь Встречаться с тобой И слышать слово твое Мы благодарим тебя за все Что ты даешь нам За ту возможность Приходить сюда И лично слышать это слово Лично встречаться с тобой За ту возможность Которую ты даешь Во что нам одеться И где нам ночевать За тот кров который даешь Мы благодарим тебя за все И в том числе за Финансы которые ты нам даешь Работы и иные доходы Все это от тебя Мы благодарим тебя за это И просим принять наши скромные Пожертвования И десятины Во имя Иисуса Христа Молимся Аминь Это очень хорошая хвала Это молитва благословения Да и я хотел бы Чтобы вы сейчас Направили руки свои На рядом стоящих братьев Сестер Жен Мужей Детей На группу прославления И будем все вместе Благословлять друг друга И славить Господа Благослови тебя И сохрани тебя Озарить светом Своего лица Помилуем Обратит Господь В тебе лицо Своё И дарует Своё 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 Аминь 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 Его благость пусть пребудет Пусть пребудет Среди тысяч Поколенéis В наших Семьях и на детях и их Porque из Их Дитя Него Он Пусть пребудет Среди тысяч Поколений В наших Семьях И на детях, и в детях, и в детях Его благость пусть пребудет Среди тысяч поколений в наших семьях И на детях, и в детях, и в детях Его благость пусть пребудет Среди тысяч поколений в наших семьях Ты на детях, ты их детях, ты их детях Пусть идет Бог с тобой рядом Окружая, защищая Не оставит, не покинет Он с тобою, он с тобою Ранним утром, поздней ночью Где б ты ни был, Бог с тобою Когда плачешь, ты смеешься Он с тобою, он с тобою 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 Аминь 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 Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца Общение Учешение Нежное прикосновение Святого Духа Пусть пребудут со всеми, кто сегодня поклоняется тебе Со всеми, кто в этот день склонил колени свои пред тобою Чтобы поклониться тебе Со всеми, чьи руки сегодня тянут на тебе великий Бог Со всеми, кто сегодня служит тебе Со всеми, кто сегодня не смог быть в служении Со всеми, кто сегодня болен и не смог прийти Со всеми, Господь, нами Там пребудут Отныне И во веки веков И весь Божий народ скажет Давайте прославим Господа У нас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!